приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 15 марта роковая пятница строго не берите это в руки чтобы не потерять свое богополучие сегодняшнем видео все узнаете наступает спокойное мирное время позволяющего ощутить положительную энергию луны и впитать себя ее силу благодаря этому вы без труда сумеете воплотить из жизни все задуманное получив именно тот результат на который рассчитывали помимо этого правящий сегодня богоприятные по лунному календарю шестые луны сутки идеально подходит для саморазвития самообразование позволяя вам без труда отсечь ненужную или ложную информацию поскольку текущие пятнадцатого на сутки выпадают на период когда она находится близнецах день пройдет достаточно бодро и позитивно вы ощутите свойственно этому воздушному знаку любознательность почувствуете тягу к общению и путешествие созвездие пробудит вас способность выполнять несколько дел одновременно однако подарит некоторую непоседливость и склонность к сумасбродством внося в размере на энергии этого периода немного непосредственности и ярких эмоций несмотря на это шестые луны сутки пройдут довольно спокойно позволяя вам набраться сил и настроиться на позитив в эту пару вы получаете возможность достичь любых поставленных целей однако действовать необходимо продумано и завешено сегодня вы получаете возможность обдумать и окончательно принять изменения произошедшие вчера поэтому найдите время для размышлений и анализа однако старайтесь избегать погружения в прошлое и не тратьте время на планирование будущих событий это пора настоящего принятия себя и пробуждение имеющихся талантов сегодня вы получаете шансы достичь высот любом деле раскрыть свой творческий потенциал однако избегайте торопливости и давление на окружающих так как эти действия приведут к обратному эффекту демонстрируйте спокойствие мудрость не теряйте оптимизма а чтобы сохранить позитивный настрой займитесь духовными практиками пользу принесут медитации йога гимнастика цигун с помощью этих техник вы избавитесь от стресса и сумеете освободиться от переживаний и тревог также шестые луны сутки является благоприятным временем для взаимодействия с природой приветствуются неспешной прогулки по ближайшему парку поездки за город наслаждайтесь красотой окружающего у вас мира действуйте искренне и открыто больше общайтесь и не допускайте негативных эмоций она советует эти сутки идеально подходит для любой деятельности но постарайтесь действовать осознанно направляя полученную энергию правильное русло особенно удачным окажется участие массовых мероприятиях проведение публичных будьте внимательны полученная на таких встречах информация непременно пригодится будущем отличное время для начала новых проектов или завершения старых задач чтобы день прошел наиболее продуктивно начните самых простых и несложных дел постепенно усложняя задачу этот период подходит для проведения переговоров поиска новых партнеров и инвесторов кроме того шестые луны сутки идеально для старта важных проектов неплохое время для финансовой активности удача сегодня улыбнется всем кто действует честно и благородно стремится во всем помогать окружающим чтобы привлечь дополнительный успех потратьте часть имеющихся средств на боготворительность в эти сутки особенно успешными будут процедуры направленной на омоложение дитим на энергетика дня распространяется и на романтические взаимоотношения поэтому общение с противоположным полом достает вам массу удовольствия если у вас уже есть вторая половинка настала пора для серьезных шагов таких как признание в любви или предложение руки и сердца считается что союз образовавшийся сегодня будет прочным и долговечным открывающиеся сегодня возможности не означают что вам нужно безотрывно заниматься делами обязательно выделите себе время для отдыха и проведите его в компании самых близких людей в это время лучше полностью исключить активность провести время предельно спокойно и неторопливо если позволяет погода рекомендуется отправиться за город устроить пикник на свежем воздухе светлая энергетика этих суток прекрасно подходит для проведения ритуалов на красоту и привлекательность не менее успешными окажутся действий притягивающий вашу жизнь изобилия поскольку шестые луна сутки является одним из дней когда особенно эффективна работа со словом поэтому отдайте предпочтение вербальным практикам весенний ритуал на достаток с его помощью вы привлечете свой дом изобилия на весь летний период чтобы им воспользоваться заранее приобретите фрукты которые вам нравятся тщательно вымойте плоды положите самые красивые вазу какую только найдете в доме под емкость уберите три самые красивые монетки какие только найдете своем кошельке на протяжении дня угощайтесь фруктами чтобы съесть их к вечеру как только это произойдет унесите монетки прихожую спрячьте под коврик затем скажите деньги привлекаю сладкую жизнь обретаю сколько этим летом ягоду родиться на сколько фруктов в этом доме появится все на пользу обратиться денежными потоками в дом возвратиться говорим один раз спустя сутки переложите денежки в плотный тканевый мешочек сшиты своими руками спрячьте этот талисман надежным местом и храните до осени после наступления холодов монету нужно потратить талисман любви это простой способ позволит вам привлечь свою жизнь романтические чувства или укрепить имеющиеся все что вам для этого понадобится это тесемка розового цвета если вы хотите привлечь в свою жизнь сильные чувства либо алого для возвращения страсти в отношениях вы также можете усилить оберег надев на тесьму бусина красного цвета когда закончили приготовление завяжите на приготовленной веревочке узел одновременно скажите суженого привлекаю своего не упускаю крепкую счастливую любовь обретаю говорим один раз получившийся талисман носите при себе в кармане или сумочке при желании вы можете сделать браслет чтобы носить на руке но это не обязательно также вы можете превратить в любовный талисман шнурки или иные завязки если они есть на одежде омоложение с помощью лунной воды появление морщин является одним из наиболее заметных и явных признаков старения именно они выдают возраст человека производит впечатление на окружающих поэтому желание убрать их или сделать менее заметными является вполне естественно чтобы добиться нужного вам результата понадобится талая вода нужно наполнить глубокую миску заморозить потом достаем ее чтобы она растаяла и вот после того как она растает семь раз над ней нужно сказать такие слова вода чистая то моё личико мой все морщинки с меня смой все дефекты убери молодости красоту верни говорим семь раз после произнесения этих слов поставьте емкость на подоконник или рядом с ним чтобы заговоренная вода освещалась лунным светом по возможности оставьте сосуд на ночь на утро утром умойтесь этой водой все ритуал такой повторять и ежедневно до наступления полнолуния а вот почему день считается роковым потому что по народным приметам в этот день отмечали федот ветра нос но это день по народным приметам считался достаточно опасным так как на это день были очень строгие запреты все по порядку родившиеся в этот день считаются истинными дипломатами не любят конфликтовать не приемлют грубости и хамство стремятся иметь если не добрые то хотя бы нейтральные отношения и всегда готовы компромиссу благодаря дружелюбие позитивному взгляду на мир притягивают к себе множество единомышленников а их талисман халцедон и в этот день проводили разные практики так например чтобы привлечь свой дом счастьем богатства нужно было в этот день купить герань с красными цветами после поставить на окно и сказать такие слова герань домохозяйка беды жизни убери и покой в доме сохрани пусть не будем мы с трудностями знаться а в богополучии станем купаться говорили один раз другие растения цветы в этот день покупать не следует это сулило большими неприятностями также были другие строгие запреты так например чтобы не притянуть к себе беды и разные печали соблюдали особые запреты из-за сильного ветра в этот день старались меньше выходить на улицу считали что духи ветра могут просто забрать удачу у человека нельзя в этот день покупать новую одежду так вы теряете богополучие если вы по дороге нашли деньги строго запрещено брать их в руки вы потеряете финансовую удачу свое богополучие и также был еще один строгий запрет категорично было запрещено пришивать пуговицы считалось что так вы пришиваете чужие проблемы и беды и перед сном обязательно один раз повторяем такие слова я собственный источник мотивации и мой выбор это быть счастливый говорим один раз и вы посмотрите что обязательно вы будете счастливы